История, короче, проиметь. Давайте тогда въебашем залпом 0,5 пива. Надо уже нажраться. Внимание, поехали. Короче, получилась такая ситуация, когда мы попали в Питер, я был знаком, это было, по-моему, год назад, это было тем летом. Я был знаком, короче, там, с одной женщиной. А, подожди, я пиво не въебал, вы что нахуй, охуели? И лайки давайте ставьте. Короче, мы поехали в Питер с Андрюхой, я Карлос, праздновать мое день рождения. О, поехали отмечать. И ебал того рот, нахуй. Короче, я там общался с одной дамой, ну так, как с ней общался, на похуям бы общался, там. Не чувствую там, не хуюство, ну, короче, вы поняли, нахуй, такое. Хештег похуй. Блядь, и, короче, вот, сука, вот, будь я проклят тот день, когда она, короче, мне написала и предложила, типа, нам встретиться. Потому что мы хотели пойти вместе на какой-то концерт, какого-то там, был, да, Марсела Мираклос. Это. Мы хотели пойти на концерт Марсела Милаклоса, Марсела Мираклос, блядь. А получилось так, то, что оттуда всех выгнали. И нам, короче, предложили поехать на, эти девы, девочки, предложили поехать на квартиру. Ну, я думаю, вообще похуй, типа, блядь, на хату позвали, тем более, мы отель не снимали еще, позвали нас на хату, еще что-то. И там был тип, он куколт. Он, было две бабы, и этот тип, он их постоянно катал на машине, покупал им шмотки в цуме. И он их даже не ебал. Он просто их возил. Просто их возил. И, типа, ему нравилась баба, с которой, блядь, в первый же день Андрюх или Карлос, я не помню кто, с ней, короче, это, целовался. Это долбоеб. Походу, я не знаю, вот, блядь, это такой пиздец, я вообще не знаю. Но он долбоеб, честно. Вот он реально дебил. У него есть баб, у него очень много денег. У него у этого типа очень много денег. Он постоянно, он, короче, видно, он чуть-чуть спалил это, потому что мы были вот на одной квартире, они постоянно куда-то, эта баба отходила. И он начал понимать, что что-то, что-то неладное. Он, короче, заказывает, я так понял, знаете, вот эти люди так все решают, заказывает баллон с шарами нахуй. Приезжает баллон с этими шарами. Он эти шары дует, я хуй знаю, как будто вот завтра умирать. Он просто сидел, он въебывает пять шаров. Я, вот, я вообще, даже никому в тот день, я даже никому не лез, ничего, мне вообще на его бабу было похуй. Я сидел пьяной под водкой, мне вообще просто похуям бы было. Я сижу на диване, он что-то шари, знаете, ну, типа, я тогда тоже, я не буду пиздить вам, знаете, вот это лицемерие, то, что я там не ебашил шары, там, еще что-то. Я сам сижу, спасибо. Я сижу, и он ко мне садится, и он начинает. Вот так. Я сижу на диване, и этот долбоеб ко мне подходит, он, наверное, шаров подряд, вот, пять шаров вот так въебал просто. Он стоял, вот этот хуйня, знаете, откуда шары надо делать? Он просто от нее не отходил. Он стоит, ее вот так держит, ш-ш-ш-ш, ту-ту-ту, пять шаров ебавы, ко мне на диван садится и говорит, а ты знаешь, кто мой батя? Я думаю, бля, что, 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 вообще ебать, ты что, ебанутый нахуй, что, бля, бля, что, что, кто твой батя? Батя, блядь, я хотел сказать, кукол нахуй, но не сказал, я говорю, кто? Он говорит, да ты чё, прикиньте, я просто говорю, не знаю, кто. И он начинает, короче, на меня просто, представьте, начинает на меня бузить. Слышь ты, да он такой, он такой, он в Москве там, он в Москве там, а кто твой батя, блядь, ты чё нахуй? А я начинаю, я думаю, бля, вообще пиздец, у него бабу ебут в соседней комнате, на которой он по 150 тысяч нахуй в день тратит на шмотки, пал менеджерс ей покупает, а за 0 рублей ебут нахуй, я думаю, что тебе ещё ответить, Василий? Я начинаю подыгрывать, говорю, да ладно, реально, он у тебя такой, и он стоит, да, бля, он у меня, у него то, у него то, и у него то нахуй, а кто твой батя, бомж, наверное, да, ебаный, я говорю, блядь, давай полегче, братан, я понял, что ты такой со связями, он стоит ещё минут пять такой, блядь, он у меня стоял, я вот думаю, то ли ты дурак нахуй, то ли ты вообще ебанутый тип нахуй, и потом три дня мы были в Питере, его бабу ебали, даже вот ебали просто, закрывали от него дверь, и его бабу ебали, на его деньги бухали, пили, шары хуярили, и потом я у него ещё спидил ремень нахуй, когда мы в Калугу вернулись нахуй, я ему не стал, на самом деле, отвечать как-то, знаете, грубо, я не люблю воровать, но я не люблю таких людей, которые, знаете, начинают вот так, зачем, ну типа к чему, вот это начало моего отца, блядь, ещё что-то, я у него просто, мы уезжаем, я у него ремень Луи Виттон нахуй, хуяк, себе в рюкзак закинул и съебался нахуй, ну, на самом деле, мне его не жалко, он ебаный, это просто обычный Василий, потому что он рассказывает, что этот тип, он объёбывался шарами, его останавливали ДПС, и он отдавал по 500 тысяч. Пиздец, да? Вот, блядь, я на самом деле, сука, хочу стать мошенником нахуй, а не канал свой развивать. Не в том я направлении работаю нахуй. Есть такие люди в этих, просто вот его останавливали, да, он не лютый, он, по-моему, на чём-то или на биткоине попался, или ещё что-то. Не, он, кстати, деньги он сам поднял, что самое прикольное, но он от наркотиков у него разум ёбнутый стал, потому что он даже шары, как он употреблял, я сразу сижу, ну знаете, ну, блядь, тут есть люди, знаете, которые начинают заливать себя постоянно. Ну, блядь, есть такие люди, вот реально есть такие люди, я, конечно, тогда реально охуел. И самое главное, бабы его так разводят, ещё эта баба его обманывает, она его в щёчку целует, а потом в соседней комнате её ебут. Я охуел вообще с этого мира. Я когда, вот это было, мы отмечали, вот это день рождения. Я просто не знал, что на самом деле такая картина реально существует, я из Калуги. Я из Калуги, но у нас такого нету особо. А в Москве, видите, она его в щёку целует, обманывает его, а он верит во всё это. Ну, окажи трофейный ремень, а, блядь, я не помню, где он на меня, или на штанах, нахуй, или ещё что-то. По-моему, вот на этих штанах. Ща найдём, нахуй, ща найдём, нахуй. Вроде тут. Во! Вот он, ёпта! Вот такой. Луи Битон. Я его просто, нахуй, в рюкзак себе закинул, и всё, похуям был. И съебался. И мне вообще, нахуй, похуй. Похуй, я вор в законе. Ворами не становятся, нахуй. Ворами рождаются всё.